...пятнами и поменяла полярность. Звучит фантастично. На самом деле Солнце просто начинает новый цикл, 25-й, за которым наблюдают Земли. Длиться он будет более 10 лет. Из 11 лет Солнце меняет от минимума до максимума и опять возвращается к минимуму. Почему так происходит и почему именно каждые 11 лет для астрономов пока загадка? Смена солнечных циклов объясняется, вероятно, не только внутренними причинами. Подобно тому, как Луна дирижирует приливами и отливами на Земле, на активность солнечных недр влияет гравитационное поле Юпитера, Венеры. Это уже совсем удивительно. Земли. И на Земле, конечно, почувствуют. Последние годы мы жили в период затухания 24-го солнечного цикла. Последняя крупная магнитная буря зафиксирована в 2017-м. Прямо сейчас всё начинает меняться. В течение ближайших 4-5 лет активность Солнца начнёт нарастать. Это вызывает мощные электромагнитные импульсы, идущие со стороны Солнца. А также выброс облаков плазмы. Вот это самое неприятное. Прежде всего, конечно, для спутников и космических кораблей тонкая электроника может пострадать. Пик солнечной активности ожидают в 2024-м. Как раз тогда НАСА планирует старт своей лунной программы. Теперь не исключено перенесут. Метеочувствительным рекомендуют сверяться с прогнозом космической погоды. Магнитные бури снова станут частыми. Нарушается, как раз ухудшается капиллярный кровоток. И вот откуда повышается количество случаев инфарктов, инсультов. А ещё возможны аварии на трубопроводах. Бури провоцируют коррозию. Локальное отключение энергосетей такое уже случалось в Канаде. Остановка поездов в северных широтах ожидают и сбой навигационных систем. Прибор просто может задуматься на некоторое время, примерно на 2, может быть, 1 десяток минут. Но в дальнейшем спокойно продолжат свою работу. Но такие сбои, они действительно будут. Учёные, тем не менее, успокаивают цикл. Обещают быть слабым и серьёзных неприятностей. Даже максимум солнечной активности принести не должен. Хотя неприятные сюрпризы всё же возможны. Дополнительная энергия, которая образуется, она в какой-то момент аккумулировалась в большом количестве. И потом произойдёт одно-два мощных события, на которые интересно смотреть. О таком ярком и, конечно, опасном событии учёные обещают сообщить заранее. Предупреждён – значит вооружён. Продолжение следует...